Углеводами Углеводами называются кислородосодержащие органические соединения, содержащие карбонильную и несколько гидроксильных групп и обычно отвечающие общей формуле СННН2ОМ. К углеводам относятся глюкоза, фруктоза, рибоза, сахароза, лактоза, крахмал, целлюлоза и другие. Углеводы могут существовать как в виде линейных, так и циклических молекул. Углеводы, молекулы которых могут образовывать только один цикл, называются моносахаридами, это глюкоза, фруктоза, рибоза. Если молекула углевода при гидролизе распадается на несколько, от 2 до 10 моносахаридов, то они называются олигосахаридами, это сахароза, лактоза. Углеводы, образующие при гидролизе десятки, сотни и более моносахаридов, называются полисахаридами, это крахмал, целлюлоза. В молекуле моносахарида может быть от 2 до 10 атомов углерода. Все моносахариды имеют окончание «оза». В названии сначала указывается количество атомов углерода, а затем прибавляется окончание «триоза», «тетроза», «пентоза», «гексоза». Для живых организмов наиболее важны пентоза и гексоза. Моносахариды с альдегидной группой называют альдозами, например, глюкоза, а содержащие кетогруппу – кетозами, например, фруктоза. Нумерация атомов углерода в альдозах начинается с атома альдегидной группы, а в кетозах – с крайнего атома, наиболее близкого к карбонильной группе. Самым распространенным моносахаридом в природе является глюкоза. Она содержится в сладких ягодах и фруктах. Мед также содержит много глюкозы. Глюкоза относится к группе гексоз, так как содержит 6 атомов углерода. Молекулы глюкозы могут быть как линейными – д-глюкоза-альдоза, так и циклическими – альфа- и бета-глюкоза. Линейная молекула глюкозы содержит на конце альдегидную группу. Изомерия глюкозы. Общей формулой С6H12O6 можно обозначить как глюкозу, так и фруктозу. Фруктоза относится к кетозам и образуется пятичленный цикл. Она является изомером глюкозы. Фруктоза также, как и глюкоза, может существовать в виде линейных и циклических молекул в зависимости от положения заместителей у второго атома углерода различают альфа- и бета-фруктозу. Глюкоза – бесцветное кристаллическое вещество. Она хорошо растворяется в воде, имеет сладкий вкус. Факт наличия в молекуле глюкозы альдегидной группы доказывает реакция серебряного зеркала. С фруктозой эта реакция не идет. Один моль глюкозы реагирует с пятью молями уксусной кислоты с образованием сложного эфира, что доказывает наличие в молекуле глюкозы пяти гидроксильных групп. Такая реакция называется оцелированием. Если к раствору глюкозы на холоде добавить растворы сульфата меди и щелочи, то вместо осадка образуется ярко-синее окрашивание. Эта реакция доказывает, что глюкоза – многоатомный спирт. Благодаря наличию в молекуле глюкозы альдегидной группы она может не только вступать в реакцию серебряного зеркала, но и восстанавливать гидроксид меди-2 до одновалентного оксида. Водород в присутствии никелевого катализатора может восстановить глюкозу до сорбита – шестиатомного спирта. В реакциях с низшими спиртами в кислой среде или с йодистым метилом в щелочной среде гидроксильные группы участвуют в образовании простых эфиров. Происходит реакция алкилирования. Глюкоза в зависимости от условий вступает в реакции брожения с образованием различных продуктов. Под действием молочнокислых бактерий глюкоза превращается в молочную кислоту. Этот процесс получил название молочнокислое брожение. Он используется при изготовлении кисломолочных продуктов. В присутствии дрожжей глюкоза подвергается спиртовому брожению. Этот вид брожения используется при изготовлении алкогольных напитков, а также дрожжевого теста. Кроме спирта в этом процессе образуется углекислый газ, который делает тесто пышным. Брожение глюкозы, в результате которого образуется масляная кислота, происходит под действием особых маслянокислых бактерий. Этот вид брожения применяют в производстве масляной кислоты, эфиры которой широко используют в парфюмерии. Но если маслянокислые бактерии попадут в пищевые продукты, они могут вызвать их гниение. Одним из продуктов фотосинтеза, который идет с участием зеленых растений, является глюкоза. Для человека и животных глюкоза является основным источником энергии для осуществления обменных процессов. В организмах животных глюкоза накапливается в виде гликогена – полисахарида, образованного остатками глюкозы. В растениях глюкоза превращается в крахмал – полисахарид, состоящий из остатков альфа-глюкозы. Клеточные оболочки высших растений построены из целлюлозы – полисахарид, состоящий из остатков бета-глюкозы. В крови человека находится около 0,1% глюкозы. Этой концентрации достаточно для снабжения организма энергии. Но при заболевании, называемом сахарный диабет, глюкоза не расщепляется. Ее концентрация в крови может достигать 12%, что приводит к серьезным нарушениям в работе всего организма. В лабораторных условиях глюкозу можно получить из формальдегида в присутствии гидроксида кальция. Впервые этот синтез осуществил Александр Михайлович Бутлеров в 1861 году. В промышленности глюкозу получают гидролизом крахмала под действием серной кислоты. Самым распространенным дисахаридом является сахароза. В природе она в большом количестве находится в свекле и в сахарном тростнике. Молекула сахарозы состоит из остатков альфа-глюкозы и бета-фруктозы. Сахароза – бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде, в два раза слаще глюкозы. Температура плавления равна 160 градусов по Цельсию. В результате реакции сахарозы с гидроксидом меди появляется ярко-синее окрашивание, что характерно для многоатомных спиртов. Но при нагревании раствора красный осадок не образуется, что указывает на отсутствие альдегидной группы. В присутствии минеральных кислот при нагревании сахароза подвергается гидролизу, распадаясь на альфа-глюкозу и бета-фруктозу. Если к суспензии известкового молока прилить раствор сахарозы, то осадок растворяется. Образуется растворимый в воде сахарат кальция. Эта реакция лежит в основе получения сахарозы из сахарной свеклы и сахарного тростника. Если через раствор сахарата кальция пропустить углекислый газ, то образуется осадок карбоната кальция и раствор сахарозы. Сахарозу применяют в пищевой промышленности для изготовления кондитерских изделий, консервирования, джемы, варенья, компоты.